Hi there, it's English with Peter Привет, друзья мои Сегодняшним видеоуроком я начну серию из трех уроков, где я буду рассказывать про фразу Call the shots Для меня эта фраза особенная, потому что именно с нее началась вся эта эпопея Вся моя затея с карточками Анки И те из вас, кто со мной давно и практически с самого начала Они помнят этот видеоэпизод Из фильма Devil Wears Prada, Дьявол носит Prada Где Стэн Летучий использовал фразу Call the shots Так вот, что такое call the shots? Call, звонить, называть, shot это выстрелы По сути, называть, звонить, выстрелы Скорее всего, это пошло из военной терминологии Особенно из какого-нибудь 16-го, 17-го и так далее веков Когда главнокомандующий отдавал распоряжение, когда стрелять Так и здесь Call the shots на русский язык переводится как Заправлять чем-то, руководить, отдавать указания, отдавать приказы Или по-другому, быть главным По сути, например, куда-то вы пришли и вам что-то не понравилось И если вы хотите вызвать менеджера, вы можете сказать Who is in charge? То есть, кто заправляет? Это еще одна фраза, которую мы сегодня, к сожалению, не будем разбирать А другая фраза, вы можете, допустим, спросить Who calls the shots? Ну, это более такая, знаете, более разговорная вещичка Но так или иначе, вас поймут и поймут, что ваш уровень английского достаточно высок Сегодняшний пример будет из сериала Suits Force Majora Давно мы их не брали Посмотрим второй раз А теперь давайте читаем, слушаем и разбираем Поехали So now, читай вместе со мной So now I see where we stand We are not partners I'm just the associate You are the one calling the shots I thought I made that clear from the second we started this thing So now I see where we stand We're not partners I'm just the associate You're the one calling the shots I thought I made that clear from the second we started this thing Согласитесь, замедление было более удобоваримо И было намного проще А теперь давайте еще разок прочитаем И послушаем уже в оригинальной скорости So now I see where we stand We're not partners I'm just the associate You are the one calling the shots I thought I made that clear from the second we started this thing So now I see where we stand We're not partners I'm just the associate You're the one calling the shots I thought I made that clear from the second we started this thing Итак, перевод So now I see where we stand А теперь я вижу расклад дел Или подословно Теперь я вижу где мы стоим Чуть подальше, друзья, разберем Мы не партнеры Я просто твой помощник Ты здесь всем заправляешь и руководишь всем Отдаешь приказы Но что ему отвечают I thought Я думал, что я ясно дал понять I made that clear Ясно дал понять С той секундой, когда мы только начали всю эту затею Окей, друзья, я думаю, что после прослушивания и прочитывания И небольшого перевода У вас стало более-менее понятно Во-первых, о чем идет речь Надеюсь, что вы как можно больше уже услышали А теперь давайте разбирать Итак, первая фраза So now I see where we stand So now I see where we stand So now I see where we stand Очень метафоричная фраза Но, друзья, возьмите себе на вооружение То есть, когда вы видите Что почем Что к чему Расклад дел Вы можете метафорично сказать Now I see where we stand Супер-классная фраза Какая-нибудь ситуация А придумайте, друзья, какую-нибудь ситуацию Напишите в комментариях В какой ситуации вы можете использовать Могли бы использовать фразу From where we stand Или now I see where we stand То есть, где мы стоим Разумеется, теперь вы уже поняли Что это не физически И не буквально стоять Где-то на каком-то месте Now I see where we stand So now I see where we stand И потом Майк продолжил Он сказал, что We are not partners I'm just the associate Partners, I'm just the associate You're partners, I'm just the associate Очень занимательно, друзья Эта фраза Это слово, точнее, associate Это помощник Особенно в юридической терминологии Associate Это человек, который помогает Главному юристу Я бы хотел обратить ваше внимание На произношение У меня очень часто вырывается Произнести associate Association Associate Но это не associate Это associate Associate Это помощник I'm just the associate You're the one calling the shots You're the one calling the shots You're the one calling the shots Call the shots Call the shots, как мы уже разобрали Разобрали Это чем-то или кем-то Руководить Распоряжаться Отдавать приказы Давайте, друзья, я познакомлю вас Думаю примерами, чтобы вам стало попроще И эта фраза закрепилась у вас в голове Итак, смотрите My staff has to do what I say Because I am the boss And I call all the shots here То есть мой персонал должен выполнять То, что я сказал Потому что я начальник И я здесь всем заправляю I call the shots here Видите? Крайне полезная и интересная фраза Следующий пример Mom call the shots for Thanksgiving dinner So you better get her approval For any dish you want to bring Мама распоряжается нашим ужином На день благодарения Поэтому вам бы лучше Get her approval for any dish Получить ее одобрение Approval – это одобрение So you better You better – вам бы лучше Мы как-то эту фразу же разбирали Но так или иначе Повторением отечения You better get her approval For any dish you want to bring То есть вам лучше бы получить одобрение На любое блюдо Которое вы бы хотели принести Эта фраза, друзья Call the shots Когда кто-то главный Кто-то отдает указания Распоряжается To call the shots Собственно и в нашем примере Майкель говорит, что Так это все-таки Я вижу Я вижу, что к чему Ты всем руководишь А я всего лишь тебе помогаю Я всего лишь твой приспешник Или твоя шестерка Ну что ему отвечает Его father-in-law Отец его будущей Будущей невесты Будущей жены I thought I made that clear I thought I made that clear From the second we started this thing I thought I made that clear From the second we started this thing То есть я думал, что я ясно дал понять I made that clear Эту фразу мы тоже уже как-то разбирали, друзья Я думаю, что Вы цените тот факт И вам нравится тот факт Что фразы очень часто у нас Переплетаются Пересекаются и повторяются Это дает вам возможность Повторять фразы И закреплять их еще больше В разных контекстах В разных ситуациях I made that clear Я ясно дал понять Если, допустим, вы хотите вопрос задать Вы можете сказать Do I make myself clear Я ясно дал понять Но эта фраза имеет, знаете Небольшой такой оттенок наезда Отрицания Do I make myself clear Я ясно изъясняюсь Излагая свои мысли Или Did I make myself clear Или I didn't make myself clear Я думаю, что вы, друзья, понимаете Make clear Make something clear Ясно дать понять Do I make myself clear I thought I made that clear From the second we started this thing Собственно, он и говорит Я думал, что я ясно дал понять From the second we started this thing From the second we started this thing То есть той самой секунды С которой мы начали всю эту вещь From the second we started this thing Еще бы, друзья, я бы хотел обратить Ваше внимание на фразу You are the one calling the shots То есть по-русски эта фраза переводится Это ты, кто всем распоряжаешься А по-английски Ты это один, кто распоряжается You are the one Допустим, вы можете сказать Это ты съел мою печеньку You are the one who ate my cookie Или допустим Отец говорит одному из двух своих сыновей Хм, так это ты разбил вазу You are the one who broke the base Вот эта фраза You are the one На мой взгляд, крайне полезная Интересная вещичка Которую вы тоже можете взять себе на вооружение You are the one calling the shots А в конце, друзья, давайте закрепим Произношением Я хочу, чтобы Сейчас вы посмотрите, послушайте Все-таки Видео, они носят смотрительный характер Люди чаще всего Чаще всего просто смотрят А не практикуются Поэтому, друзья Посмотрите и послушайте Как я сейчас постараюсь Успеть с актерами Это упражнение называется Shadowing Я очень часто его использую Очень часто его советую вам Оно сложное Поэтому не так много его используют Это упражнение вы можете использовать С помощью моего аудиотренажера Ссылку на который я оставляю внизу Все бесплатно, друзья Скачивайте, пользуйтесь Итак Сейчас я включу аудио Будут говорить актеры И я буду говорить вместе с ними Когда вы будете это делать Рекомендую Ставить наушники С одним ухом В одном ухе вы слышите актера В другом ухе вы слышите себя Итак, друзья Поехали Я сделал это пару раз Ну друзья, я горд Я горд своим выступлением Это было достаточно непросто То есть я могу сказать Что вам, практикующим Моим ученикам Которые практикуют английский Будет непросто Именно поэтому, друзья Вы можете использовать В замедлении Сегодня я уже замедление пускал Попробуйте произнести В замедлении Но это крайне интересная И полезная вещь А в конце, друзья Я бы хотел задать вопрос На засыпку Помните ли вы, как переводится фраза Я думал, что ясно дал понять С той самой секунды Когда мы затеяли все это Помните ли вы, как это переводится А переводится это вот так Друзья, если вы хотите Действительно Иметь способность переводить В конце каждого урока Переводить с русского на английский Читайте вслух Вот я вам гарантирую 100% результат дает Просто прочтите вслух фразу 10, 20, 30 раз Вместе за актерами Без актеров И эта фраза закрепится Так лично я учу язык Закрепляю его на подсознании Просто произнося Произнося Разумеется, много других Есть упражнений Которые я делаю И способов изучения языка Но это один из И один из самых Интересных и мощных Мне очень просто нравится Подражать и пародировать Для меня это челлендж Попробовать успеть за актером Итак, друзья Фраза дня на сегодня Call the shots Управлять людьми Заправлять, отдавать распоряжения Или быть главным В очередной раз, друзья Благодарю вас за просмотр Спасибо большое Учите английский Как всегда Регулярно Вместе со мной С удовольствием Я вам помогу на этом пути Ну а мы увидимся уже скоро Stay tuned, guys See you later So, now I see where we stand We're not partners I'm just the associate You are the one calling the shots I thought I made that clear From the second we started this thing Продолжение следует...